Итак, я вас приветствую в видео про двигатель Volkswagen, который я купил на металлоломе Что за двигатель, как он называется, это в названии видео Ну, если его там нет, начеркните мне в комментах, я добавлю Я подобное видео уже делал на подобный двигатель Итак, скажите вы, чем же примечателен этот двигатель? Это же стандартнейший ваговский движок, не то 1.6, не то 1.4, ну может 1.8, я думаю, что 1.6 А примечателен он тем, что, как я уже сказал, я его купил на металлоломе вот в таком виде И обычно двигатель, когда, ну, что-то случается, клиенту его там разбирают, показывают, говорят, смотри, вот у тебя здесь вот это, вот это, вот это И клиент говорит, давайте купим новый двигатель, и сдается в металлолом А вот этот движок, ну, помимо того, что он где-то там валялся, хранился и все такое прочее, он не разбирался То есть, если посмотреть на налет вот этой вот грязюки, то есть головкой не снималось Больше того, даже крышка головки отсюда не снималась Ну, то есть, видно, что ее не открутили и потом назад поставили, только сзади что-то открутили Ну, видимо, тут какие-то дополнительные агрегаты стояли То же самое касается поддона Вот здесь вот видно, что его никто не откручивал, никто не снимал То есть, это такой случай довольно, ну, не то чтобы совсем редкий Ну, обычно же, говорю, разбирают двигатель, а это непонятно Ну, такой ящик с сюрпризом, скажем Что касается конструкции этого движка, очень часто эти двигатели сравнивают по конструкции И путаются старыми, ваговскими, ну, точнее, фольксвагеновскими даже двигателями Такими, как 1.6, 1.8, 2.0, 2.0, 2.0, я точно помню, как называется То есть, он похож внешне вот этой вот крышкой, тоже восьмиклапанной Только там были варианты, что впуск и выпуск с одной стороны стоит Потом там были моменты, что впуск и выпуск, ну, точнее, выпуск и впуск Разнесен по разным сторонам Такие же подобные компоновки дизельных двигателей Кстати, там блоки по межцентровым расстояниям одинаковые То есть, когда строят турбовый, ваговский еще тот движок То берут блок с дизеля, потому что он немножко прочнее считается Вот, вот этот вот двигатель, на самом деле, да, он похож Внешне там крышкой, расположением впускных-выпускных каналов, все Но на самом деле это абсолютно другой двигатель То есть, кроме того, что это внешнее сходство В принципе, здесь ничего нет Здесь, во-первых, блок уже идет алюминиевый, не чугунный И по отливке он больше похож на 20-клапанный, который двигатель Но тоже есть свои отличия Это довольно распространенный движок, где он только не стоял Вот где-то середина нулевых, скажем, может даже начало нулевых То есть, он и на Шкодах там был, и разных компоновок И как показывает практика, хоть и объем в основном 1.6 у этих движков Они были довольно ресурсные, довольно ходимые То есть, удивительно, обычно наоборот 1.4, 1.6, ну, как бы, как ни крути, объем маленький, нагрузка большая И он вздыхает довольно часто Я знаю примеры подобных движков, которые имеют пробег там по 600 тысяч, по 700 тысяч И все ездит Да, при этом движок немножко поджирает масло Иногда даже множко поджирает масло Но, в принципе, все работает, как по мне, для 1.6 это, в принципе, нормальное достижение Удивительно, вы не поверите, но этот двигатель даже вращается Причем, смотрите, тут даже есть намек на компрессию Вот я его только что крутил Вот сейчас был, о, раз Вот он раз, аж назад в какой-то момент отскакивал О, вот он Ну, я так понимаю, там попало под клапан, который был открытый Поэтому там компрессии нет А там, где клапаны были закрыты, там герметично и даже есть какая-то компрессия Удивительно Ну, на самом деле, я даже удивлен Двигатель в таком вполне рабочем состоянии, я имею в виду внешне Во-первых, он не грязный И видно, что его не мыли То есть он, ну, просто не засран так Катастрофически какой-то бахромой там маслом Ну, да, черный налет, в общем-то, как обычно Единственное, что странно От него запах такой идет Своеобразный Это не паленого масла и не растворителя Какой-то такой непонятный Может, его чем-то хотели помыть Ну, хотя внешне, то есть, если ты посмотришь Вот, посмотри То есть, ну, видно, что его, ну, ничем не шкрябали Может, когда-то что-то и делали Но, по крайней мере, это точно не является причиной сдачи в метол Свечи здесь были не затянуты И, кажется, я понимаю, причину демонтажа этого двигателя Он конскими размерами жрал масло То есть, его решили не капитались Даже не разбирать То есть, его взяли и сдали в метол Кстати, возможно, будет вопрос При обрыве ремня ГРМ Повреждается ли здесь клапана Вот я его поставил в МТ Первый, четвертый цилиндр И хочу продемонстрировать Да, повреждают Вот, смотрите, вот Раз То есть, распредвал провернут Вот здесь То есть, он почти-почти еще чуть-чуть и прошел Но нет То есть, он упирается в поршень И вот теперь другой Вот он тоже в другую сторону Так что, да При обрыве ремня здесь будут повреждаться клапана Блин, вот такого износа сальника Я еще никогда в жизни не встречал Причем, это не то, что его кто-то колупал Он тут стоял на герметике То есть, он был залипший Он ездил То есть, это не то, что кто-то порвал его Поставил на место и все Нет Это так вот оно стояло Блин, ну вот это вот жестокое Может, сальник не отсюда Может, эту пружинку здесь перетянули Ну, по валу там так особо и не скажешь Что он какой-то По-не Скажешь Такую тут ступенька Может, порвало из-за того, что вал износился Ну, ничего турбокриминального я тут не увидел На первый взгляд Во-первых, он лежал очень долго Где-то перед тем, как его сдали в метол То есть, его сняли как бы с рабочей тачки А причина демонтажа здесь была в том, что Здесь закончился выпускной клапан четвертого цилиндра Ну, то есть, он жрал масло Пропала компрессия Ну, и, в принципе, правильно приняли решение То есть, чего его что-то делать Что-то там думать надо Поставить движок со сборки Да и все Хотя, здесь, в принципе, поменять клапан Сделать головку И здесь Ну, кольца, конечно, менять Это очень оптимистично Потому что здесь вот на цилиндре есть Вон они, вот эти риски Они ощущаются пальцем Ну, то есть, что-то там Такое прилетело Тут не видно Ну, там что-то, короче, было нехорошее Но, во всяком случае, если есть ремонтные поршни Опять же таки, если они есть То его расточить в ремонт Но, если нету, то, да Действительно, заниматься этим движком В принципе, никакого смысла нет К сожалению, у Вага Очень распространено явление Биение распределительного вала Почему так происходит Ну, сложно мне сказать Но это уже далеко не первый двигатель И из новых, и из старых Где есть биение у вала Здесь вот видно, что биение здесь гораздо больше Чем 3 сотки Ну, конечно, это тебе не десятка Ну, там соток 5 где-то здесь есть Напоминаю, что гидрокомпенсатор держит биение до 3 соток То есть, в принципе, с 5 сотками Учитывая там износ двигателя и так далее Вот такой вот вал будет работать Плюс-минус Но, в какой-то момент Клапан будет поджатый Что приведет вот к вот этому вот явлению Вполне возможно, что это результат Именно биения распределительного вала Когда клапан чуть-чуть был поджат В какой-то момент он перегрелся Почему-то нагрузка на него была больше Чем на все остальные И, в общем, он прогорел В принципе, голова не настолько хороша Как я о ней подумал То есть, я думал, ее можно еще использовать Там, восстановить все дела Но Не, ну, восстановить как бы можно Да, без проблем Но Например, здесь есть трещина Насколько она глубокая Насколько ее там хватит Непонятно То есть, так, в таком виде Может быть, она и нормально работает Ничего нигде не травит Ничего И здесь я вот почистил И на втором цилиндре Вот она там тоже есть трещина То есть, насколько это страшно Хрен его знает Там есть допуски, например, на старых движках ВАГ Они там дают, что трещина Если она там какой-то величины Она может работать И ничего страшного Между седлами я имею ввиду Но вопрос-то тут в том Ты же не знаешь, насколько она глубоко идет И как она будет в таком состоянии То есть, она может быть не глубокой А может быть, потом пойдет Треснет куда-то Ну, в общем, да Сделать можно Для этого надо заменить седло Фактически и заварить То есть, фактически 4 седла поменять Ну, в общем, толку от восстановления этой головки Никакого нет Ну, так, в принципе То есть, плюс-минус Она в рабочем состоянии Многие вот такие вот головки берут Притирают клапана Ну, там чистят Никто ничего, естественно, не пререзает Все это максимум сальники поменять И поставить Ну, по впуску, по выпуску В общем-то, головка стандартная ВАГовская ВАГ любит на выпуск делать такие прямоугольные Я бы сказал, даже эллипсные каналы Шпильки тут кое-где выкрутились Кое-где не выкрутились По посадочным местам Под гидрокомпенсаторы И постель Ну, чисто визуально Она вполне в адекватном состоянии Но Так как распредвал здесь имел биение И оно все работало Здесь зазор Уже явно больше, чем 3 сотки И даже больше, чем 5 соток Соответственно Постель восстанавливать Что-то делать Я же говорю То есть, вроде головка в рабочем состоянии Ее можно, кстати, вот так вот, как она есть Поставить туда нормальный клапан Даже не привязая седла Просто тернуть Вот как оно есть Там сальники клапанов И все будет работать Ну, это такая сборка То есть, собрал и на базар Поддон здесь уже снимали Он стоял на герметике Причем, довольно нормально Его сюда наложили Нету вот этих вот соплей Он был залипший Все как положено Но этих соплей нету Кстати, поддон здесь вареный Ну, с той стороны Лучше видно Вот здесь вот Больше Ну, хорошо видно Его уже, видимо, коцали не раз Вообще, поддон нормальный И, как я понял Раз он вареный Это есть какая-то ценность Для вот этих вот двигателей Ну, вообще, для автомобилей С этими двигателями Поэтому, возможно, поддон Кому-то нужен Я хрен знаю То есть, мне это он точно не нужен В металл уйдет Что касается конструкции Насос стоит внизу В поддоне В масле Правильно То, что заборник у него Сравнительно длинный Но он находится на одном уровне Ну, то есть Маслонасос погружен в масло Цепь смазывается маслом Ну, в общем, конструкция правильная Еще и редусонник похож на тот Который сбрасывает Избыток масла в поддон Это надо разобрать Посмотреть А что мне понравилось Это вот эта пластмасска Смотрите Вот пластмасска Она прикручена только здесь Смотрите Ну, вот это, в принципе Не холодно и не жарко Это успокоитель Пеногаситель Антивспениватель По совместительству Здесь сброс масла с сапуна Идет Вот он тут сапун стоит Ну, маслоуловитель И вот здесь вот по каналу Он сбрасывает масло Должен в поддон А вот маслонасос Здесь имеет реально Классную, хорошую конструкцию Дело в том, что Маслозаборник Он стоит с одной стороны Вот это вот Нагнетающая магисталь В двигатель И вон он там Шарик внутри И вот она здесь пружина Это редукционный клапан Который сбрасывает Избыток масла Именно внутрь Картера двигателя То есть не на впуск Как в большинстве Маслонасосов сделано Поэтому В этом плане Конструкция маслонасоса Шикарная А вот при домотаже Шкива Произошло что-то удивительное Во-первых Он был очень-очень Сильно затянут И пневматом Я его не мог открутить Я его просто зажал Коленвал В общем По старинке открутил Когда я его откручивал Что-то хрустнуло Ну, мало ли Что-то может хрустнуть Но, как показывает практика Вот Ну, то есть Тут вот Вот эта вот Шпоночка Часть Ну, в общем Его здесь сломало Но он открутился Но самое главное Не это Я смотрю То есть шкив Здесь просто был насажен Думаю Ну, наверное Ну, вообще Он должен на четырех болтах Прикручиваться Ну, нет Ну, ладно Наверное Он просто Конструкция такая Ну, вот он То есть Вот она резьба Здесь Он не был прикручен То есть Так это было С завода Он такой Хрен его знает Я думал Он будет с каким-то Гасителем Крутильных колебаний Даже без гасителя Обычно шкив Прикручивается на четыре болта Причем видно Что там их откручивали Ну, то есть Его просто Не закрутили Просто так Насадили На этот шкив Ну, в общем Довольно странно Поэтому я и говорю Коленчатый вал По биению Здесь в нормальном состоянии То есть Если здесь Поворощать Мою приспособу Ну, надеюсь Это как-то видно Немножко погрешность Самого Измерительного Стенда Моего Ну, в общем Я его только что Крутил Биения у него Здесь не было Здесь он немножко Задевает Из-за конструкции Так, коленчатый вал Представляет собой По конструкции Довольно старую конструкцию То есть По одному противовесу На сторону В постели Применяются вкладыши С канавкой Для подачи давления масла В блоке И сплошные вкладыши В бугелях Но с небольшим продолжением Вот этой вот канавки Для подачи масла Также в системе Применяются маслофорсунки Для полива поршней Хотя в данном случае Двигатель не турбовый И в принципе Нужны они или нет Это вопрос, в общем-то Открытый Но в любом случае Они не помешают Кстати, каналы у него Косого сверления здесь Но тем не менее Вкладыши только с одной стороны С канавкой Я бы применял по кругу везде Вкладыши на шатунах Все съелись до меди На всех четырех Имеется ввиду Именно тот, который в шатуне стоял Также в шатун Имеет довольно Старую конструкцию Восьмидесятых годов Здесь есть канал Вон он Для подачи масла К поршневому пальцу Позже от этой конструкции Отказались Потому что Масло, которое поступает Уже отсюда Оно уже Не такое чистое Как приходит К коленчатому валу И то, что попадает К пальцу Приводит к повышенному Износу Точнее Быстрому износу Втулки пальца Но тем не менее Здесь такая конструкция Применяется Вообще Как бы от этого Не холодно И не жарко Сама поршневая Здесь Вот смотрите Поршневая Специально помыл Один поршень Если здесь Ну Пошевелить кольца Поршневая Не выглядит убитой Здесь кстати Стоят наборные Маслосъемные кольца Почему-то Замки здесь Не разведены Завод Не завод Не знаю Вот Но поршневая Она не выглядит Как убитой То есть Эта поршневая Не выглядит так Как будто бы Она жрет Там литрами Масла и так далее Но тем не менее Расход здесь был Это факт И расход здесь был Именно из-за того Что поршень стоял Криво в цилиндре То есть Обратите внимание С одной стороны Вот по пальцу С одной стороны На юбке Нагар На жаровом поясе А с другой стороны Нагар тоже есть Но его нету Ну то есть Вот с этой стороны То есть тут где-то есть А с этой стороны нету Это говорит о том Что поршень Когда перемещался В цилиндре Он имел какое-то Косое положение Вот то есть С этой стороны Он с цилиндром Не контактировал А с этой стороны Вот этим вот жаровым постом причем смотрите как он здесь ну прям видно что его ну не заклепало не выла ну в общем видно что здесь был хороший контакт то есть он стоял в цилиндре коса такое бывает из-за либо кривого шатуна либо неправильно расточенной втулки верхней втулки меняли втулки точили и здесь непонятно ну то есть это факт и вот в таком положении ты ставишь новые кольца и любые кольца что обычные что мало что наборные они не работают когда поршень перекошен цилиндры но любое маслосъемное кольцо работает только когда поршень стоит ровных цилиндров соответственно кольцо находится перпендикулярных поверхности цилиндры когда она вот так вот перекошено там какой-то угол у ней 90 градусов между кольцом и walls и на м deserve то так система не работает то есть поршневая отличная компрессия отличная все супер но он будет жрать масло что с этим двигателем скорее всего и произошло то есть я так предполагаю по наличию разных меток что его разбирали когда-то делали возможно неправильно завтулили точнее не неправильно растащили втулки в шатунах и после этого был большой расход масла возможно такой вариант ну и потом человек уже такой а ладно хрен с ним прогрел клапан пес с ним сдадим в металл не будем больше ремонтировать а так принципе то есть вот это вот причина повышенного масложора ну в общем что за двигатель так я и не узнал надо где-то почистить его маркировку посмотреть либо вы напишите мне в комментах вот а это в общем то отправляется все назад в чермет надо попробовать только разделить алюминий со стали чтобы получить побольше кэшбэка так в общем-то движок ну теоретически можно его отремонтировать но игра реально не стоит свеч